Смысл нам бояться землетрясений, если и без них у нас рушится буквально все. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Жители Черчика жалуются на то, что их детям приходится учиться в здании, где трескаются стены. Дополнительный корпус недавно был построен для школы номер 4 в Махале-Дустлик. Здание так и не принято инспекцией, однако в нем уже проводятся уроки. Фотографии стен с трещинами появились в соцсетях. На ситуацию отреагировали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пообещав, что подрядчик починит здание во время весенних каникул. Как рассказали в Министерстве инспекции, по контролю в сфере строительства уже дважды были даны письменные указания подрядчику и проектировщику. Тем не менее, дефекты постройки до сих пор не устранены полностью и акт приема здания не оформлен. Трещина на здании, как пояснили в Министерстве, возникла из-за дождей. Дождевая вода стекала с кровли в фундамент, здание просело и стена треснула. Сообщается, что сейчас подрядчик отремонтировал трещину, а во время весенних каникул должен провести капитальный ремонт. Это уже третий случай разрушения новостройки, у которой стало известно только за последние дни. Ранее писалось, что в Ташкенте разрушается новостройка, в которой живут люди, а в Андижане обрушилось два верхних этажа строящегося дома. И как может в нормально построенном здании из-за дождя образоваться огромная трещина? Но это же не вкладывается в голове. То есть, после следующего дождя оно опять треснет? Как вы думаете? Наверное, такого быть не должно. Вы согласны? А на улице Зульфия-Ханимф и квартале С-26 Шейхан-Тахурского района Ташкента 14 февраля временно отключены горячая вода и отопление. Причиной этого стало устранение повреждения на трубопроводах ДУ-133 мм и ДУ-300 мм. Как сообщили, на поврежденных трубопроводах идут внеплановые работы. Планируется, что подача горячей воды и отопления будет восстановлена ориентировочно к 7 часов вечера этого же дня. Компания принесла свои извинения за причиненное неудобство и пообещала, что приложит все усилия, чтобы вернуть тепло в дома. Как вы относитесь к такому большому количеству появившихся проблем как с трубопроводом, так и со зданиями? И все больше появляется история о том, что новые дома просто трескаются. Хотя эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований проанализировали влияние проводимых реформ на обеспечение населения жильем и развитие ипотечного рынка. За последние 5 лет жилищное строительство увеличилось почти вдвое, а уровень обеспеченности жильем на душу населения увеличился с почти 16 до 18 квадратных метров, или на 16%. В 2022 году введено в эксплуатацию 24,3 тысячи квартир, в том числе 3,5 тысячи квартир в массивах Новый Узбекистан. В 2022 году коммерческими банками выделено 8,2 триллиона суммах ипотечных кредитов. Почти 38 тысяч семьям на строительство или приобретение частного жилья. Это в два раза больше, чем в 2021 году. 16,7 тысяч малообеспеченным семьям выплачены субсидии в размере 767 миллиардов суммов. При этом в целях обеспечения населения жильем и дальнейшего развития ипотечного рынка предлагается обратить внимание на следующие аспекты. Продолжение эффективных реформ, направленных на повышение уровня обеспеченности населения жильем. Создание соответствующей инфраструктуры для жилищного строительства на основе предложений жителей и предпринимателей в востребованных районах. Расширение использования возобновляемых источников энергии, а также внедрение энергосберегающих зеленых технологий для повышения энергоэффективности строительства и реконструкции зданий и сооружений, а также при их эксплуатации. Как вы относитесь к тому, что в стране достаточно быстро появляются новые дома, новостройки, но при этом качество этих домов никак не улучшается, а только ухудшается из-за того, что количество есть, а качество нет. Это станет в ближайшее время проблемой. Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.